Госадомтехнадзор приобрёл специальные приборы для фиксации уровня освещенности городов Подмосковья. Это так называемые яркометры и люксметры. С их помощью можно проверить, насколько количество света соответствует нормативам. Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции, посвящённой реализации программы «Светлый город». Встречу провели Татьяна Витушева, начальник главного управления Госадомтехнадзора Московской области и министр энергетики Подмосковья Леонид Неганов. С 2017 года в Московской области реализуется программа «Светлый город». Её цель простая – сделать Подмосковье светлее. Заменить старые фонари, где нужно, добавить новые. Осветить дворы, улицы, парки, скверы и памятники. Сейчас-то и задача модернизировать 45 светильников и ещё установить 9 тысяч. Составлять дорожную карту работ в городах области помогает портал Добродел, а также сотрудники Госадомтехнадзора, которые реагируют на сообщения о существующих нарушениях. Тема наружного освещения входит всегда в пятёрку, топовую пятёрку вопросов, которые вообще озвучиваются на данном портале. Я должна отметить, что за 9 месяцев 2017 года через портал Добродел в категорию Госадомтехнадзора по тематике «Свет», «Освещённость» поступило более 9100 обращений. Таким образом, мы чётко понимаем, что каждый из объектов, попавших на данном этого года, он и преследует цель снятия либо проблем неудовлетворённости жителей объёмом или качеством освещения, либо является угрозой безопасности жизни и здоровья. Стоит обратить внимание, что оценку, насколько количество света соответствует нормам, инспекторы Госадомтехнадзора теперь проводят с помощью новых приборов. Их показания являются основанием для взымания штрафов. Нарушителям было назначено инспекторами Госадомтехнадзора 15 предупреждений и 398 штрафов на общую сумму 3 миллиона 87 тысяч рублей. По предписаниям приведено в порядок в этом году более 400 неработающих линий наружного освещения и более 650 объектов архитектурно-художественного оформления городских территорий. В городском округе Люберцы было выявлено 17 случаев неисправности приборов наружного освещения. По ним уже приняты административные меры. В программе «Светлый город» Люберцы тоже принимают участие. Список объектов, которые станут светлее, можно также найти на портале «Добродел». Среди них памятник Юрию Гагарину и Центральный парк. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.